Эксклюзивный концертный шоу-проект «Мишка Япончик. Душа Одессы». Это удивительное сочетание эстрадной шоу-программы с живым звуком, где переплетаются песни и танцы, юмор и повествование, роскошные костюмы и, самое главное, неповторимый всеми обожаемый одесский колорит. Концерт «Мишки Япончика» состоится 30 апреля в Майами в театре Джулиус Литман. Покупайте билеты на сайте arbatarena.com или звоните по телефону 954-332-7484. Вы знаете, как делать бизнес. Мы знаем, как о нем рассказать. Рекламная служба «Майами-ФМ» 786-725-2090. «Майами-ФМ» Радио для тех, кто умеет слушать. Мы знаем, как рассказать о вашем бизнесе, а Елизавета Саморукова знает о том, как помочь вам эмигрировать. Елизавета снова у нас в гостях. Елизавета, доброе утро. Я прямо сегодня как в каком-то специальном эфире, как прямо по радио такому непонятному. Да, мы с вами встречались совсем недавно, где-то недельку назад. Много интересного узнали. Что нового на этот раз? Да, решила не тратить время и добить эти все конференционные новости. Добить нас новостями. Да, да, добить новостями. Потому что в июне будет еще одна конференция, еще более важная и длинная, и там будут супер-мега-новости. И я больше всего, за что я молюсь, конечно, в новостях в будущем, и сейчас пока таких нет хороших новостей, что все-таки начнут грин-карты уже выдавать побыстрее для тех, кто подает на грин-карту через выдающиеся способности, через покупку бизнеса. Потому что, конечно, это самая тема такая распространенная, и она самая печальная сейчас, что все зависло. Поэтому, ну, не смертельно, конечно, но это бы улучшило жизнь. А у меня сразу уточняющий вопрос. Вот, предположим, человек, неважно по какому пути шел, и получил, ну, как бы одобрение петиции на грин-карту, да? После этого идет процедура самого получения грин-карты, да? Да. Вот с этим сейчас проблема, правильно? Да, да, то есть петиция, она висит, все, человек доказал, что он будет работать здесь постоянно, или что он выдающийся, а чтобы подать на саму грин-карту и получить эту карточку, о которой он мечтал много лет, нужно дождаться, когда вот этот день, в который петиция была подана, он высветится в табличке, в которой написано, что вот когда ваша дата высветится, значит, можно подать на грин-карту. И эти даты сейчас, они стоят на одном месте, там, кто здесь находится, да, они стоят на июне 2018 года, то есть если все, кто подавал после июня 2018 года, их дата никак не высвечивается до сих пор, и они сидят, 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 сидят. Так это уже скоро не за горами, уже июнь, и, собственно, это уже год пройдет. Да, да, и все у нас спрашивают, и у всех других адвокатов спрашивают, и мы спрашиваем у других адвокатов, и все советуемся друг с другом, и никто на самом деле, нет ни у кого, вот, как это называется, кристалл-болл, да, предсказание. Крустального шара, да. Вот, крустального шара, где мы могли сказать, что вот, вот такую-то дату все могут на грин-карту подать. Если я узнаю, то я всем скажу, честно обещаю. Надеемся. Так вот, да, ну, по новостям еще какие интересные вещи могу рассказать. По поводу консульства, да, с этого начнем. Ну, рассказывали на конференции, что сейчас больше и больше люди обращаются, и это работает, подать на какие-то визы в третьих странах. То есть обычно, чтобы подать на визу, именно визу в паспорт, должен человек подавать в стране, с которой у него паспорт. Ну, кроме русских, да, именно с россиян, потому что им можно везде подать, в принципе, так. А почему такое исключение, кстати? А вот это, видимо, из-за того, что туда консулаты закрывали, закрывали. А, то есть специально сделали исключение, да. Да, и вот как-то так, единственное, радует россиянам такое в жизни, да. Но у меня есть пара знакомых, которые получали в Праге, например, визы уже. То есть где угодно, только не в России. Да, да, в Грузии получают, в Украине, там, в Беларуси, где угодно можно получить. А вообще еще-таки есть две страны интересные, которые соглашения имеют с Америкой. Это Мексика и Канада. И мы уже кого-то отсылали, на самом деле, не из России, в Мексику пару лет назад даже. И, в принципе, эти две страны, так как они очень связаны с Америкой, они принимают людей на визы, даже если у них паспорт не с Мексики и не с Канады. То есть вот для тех, кто не хочет выезжать в свою страну для получения визы, могут пробовать в Канаде и в Мексике, но заранее, нужно документы, когда подаешь, там галочка «Отметить». Опять же, повторюсь, с прошлого раза я рассказывала, очень важно, я считаю, по поводу DUI. Если человек пьяный за рулем, аккуратно, не едьте, если вы эмигранты на турвизе или по любой визе, ну, особенно турвизе, вот, известный, да, случай, пьяными за рулем, что если вас остановят, и даже потом докажут, что вы не пьяны были или не очень пьяны, или еще что-то, как только вас останавливают, и у вас полиция на вас оформляет отчет на арест, сразу же как-то там это передается в консульство, и вам визу аннулируют, ревок, да, то есть ее аннулируют, вы еще можете досидеть свой срок пребывания здесь, ну, и даже в итоге поменять на какое-то другое, но стоит вам выехать, вы уже не заедете, потому что виза аннулируется. Это вот правило уже не первый год, на самом деле. То есть вы вот такой, если уж выпили и попались, то оставайтесь. Уже, да, ищите, звоните нам, мы придумаем, как вас здесь оставить надолго и навсегда, это может быть такой толчок для вас будет в этом направлении, но визу вам закроют. По поводу еще вот в консульстве, какие происходят вещи, когда люди подают на воссоединение семьи, обязательно, ну, и в Америке, на территории Америки, и в консульствах обязательно нужен спонсор. Имейте в виду, и мы это говорим клиентам, это тоже не новость, но вот просто хотела упомянуть, спонсор должен иметь свои ресурсы, которыми он будет спонсировать, именно на территории Америки. То есть если это богатый спонсор с Дубаи, нам не подойдет. У него должен быть у спонсора налоги в Америке, банки в Америке и так далее. И еще, и с этим мы сталкиваемся, ну, не только в посольстве, и здесь на интервью, вот, когда я хожу с клиентом, сейчас очень принципиально важно, какое отношение спонсор имеет к вам. То есть взять кого-то с улицы, незнакомца, и сказать там, Джон, помоги мне быть спонсором, там, нет, сейчас спрашивают, а кто он? Заставляют иногда даже подписать, что это родственник, это или друг семьи, или там, т.д. В общем, очень важно, чтобы спонсор был не чужой человек. Я не знаю логику в этом, но вот почему-то так. Видимо, много было случаев. Это все откуда-то идет, да, откуда-то ноги растут. Может быть, спонсоры, которые левые какие-то, они в итоге закрывают свое спонсорство и говорят там, мы не хотим быть спонсором, а родственники как-то, наверное, морально идут дальше до конца, или знакомые друзья семьи. Теперь относительно, еще тоже тема важная обсуждалась на конференции, по поводу проверок работодателей американских относительно того, кого они берут на работу и работают ли эти люди. То есть сейчас вот особенно идет сезон рабочих виз H1B, да, вот 1 апреля подача, все готовятся, мы тоже готовимся, есть какие-то обновления, но это история, если что, приходите на консультацию, расскажу. Но вот Трамп закон выдал, называется БАХА, Buy American, Hire American, да, покупаем все американское, нанимаем всех американцев. И в связи с этим появились некоторые такие правила, да, которые, ну или проверки и так далее, которые пытаются избавиться от этих неамериканцев. И в связи с этим сейчас очень много, еще больше, чем раньше, проверок рабочих мест, рестораны, какие-то компании, где там, может быть, логистические, или склады там, ну и любые, любая компания на самом деле, ну мы просто видим, что больше обращать внимание на большие компании, проверяют, работает ли там эмигрант. То есть, если вы подаете визу человеку рабочую, H1B, и вы говорите, он будет у вас там работать, не знаю, кем-то там, маркетологом, менеджером и так далее, а он там просто не работает, вы просто ему якобы платите, аккуратно, потому что, если придут и проверят, он там не работает, или другая должность, и так далее, у вас могут быть и штрафы, и даже после там нескольких, там даже по пять тысяч штрафы бывают, да, там смотря какое нарушение, и также могут даже бизнес прикрыть, если у вас не первое нарушение. Потом по L-визам, кто бизнесы покупает, если человек владеет бизнесом, тут и там в его стране зарубежной, и сюда переводят работника, этот работник просто там сидит и не работает, и не приходит, и разные у них есть варианты, как это проверить. Они могут позвонить там, ой, здравствуйте, а можно поговорить с Васей, да, кто такой Вася, ага, все понятно. То есть проверяют. Плюс, это тоже очень важно, это целая как бы отрасль, такая проверка документов, если у человека в офисе работает, особенно H-1B виза, если работает иммигрант по этой визе, у каждого работодателя должен быть обязательно в офисе файл на этого человека со всеми иммиграционными бумажками. Это по зарплате, это формы I-9, что этот человек подписал, что у него есть документы на работу и так далее. Называется public access file. Обязательно в каждом, и они проверяют. И если это нарушение, этот файл, неправильно заполненные анкеты там находятся, да, и так далее, мы всегда вот для своих клиентов подготавливаем, и у них там лежит где-то в надежном месте, в ящичке. Очень важно. У нас даже есть услуга, где есть большие компании, мы даже, у меня даже в Walmart я как-то даже участвовала в проверке, то есть у них же много работников, там прямо есть специальная услуга у нас, где мы проверяем все файлы и делаем их, оформляем правильно, если какие-то ошибки, что если вдруг придет проверка, да, потому что проверка приходит нечаянно, и там дается буквально там три дня, три дня там или десять дней предоставить полностью все документы по всем сотрудникам, да, легальным, нелегальным, там, ну, нелегальным, нет, я надеюсь. Ну, просто, имеется в виду, иммигранты или американцы, по всем, по всем, а там даже, если у вас по американцам, даже по вашим, неправильный файл подготовлен, неправильный, там нет кэша файла, как у иммигранта, где там всякие анкеты, а там вот I9 формы, да, вот погуглите, что за форма, где это обязательно у каждого должно быть, и могут быть штрафы, Ну, вообще, немножко странно слышать, конечно, про, я помню эту инициативу by American, hire American, но, по статистике, 80% населения Майами рождено за пределами США, то есть, всегда, они когда-то не были американцами, но когда-то и местами. поэтому в Майами сложнее жизнь работодателям, вот, из-за этого. Потом, что еще интересно в этом отношении, да, вот, опять же, по поводу HViz, это вот такая горячая тема сегодня, учтите, работодатель несет ответственность, то есть, когда человек нанимает человека, эмигранта к себе на работу, это ответственность, в первую очередь, на работодателя, да, если работодатель увольняет работника потом, он отвечает за то, чтобы его, там, ему платить билет назад, да, и он несет ответственность, там заполняется определенная анкета на департаменте труда, на сайте, где обещается определенная зарплата, определенные условия, ну, это своего рода защита эмигранта тоже идет, но это также ответственность работодателя, и также, если эмигрант сам ушел, да, обязан работодатель закрыть, отозвать петицию. Обязан, иначе он несет ответственность. Понятно, там есть какие-то, может, добрые люди, да, работодатели, можно там дать какое-то время, там, отпуска и так далее, но имейте в виду, и много было случаев, я знаю, ко мне вот обращаются, когда иммиграция там нагрянет, а они не отозвали, ну, они не знали, причем нужно отозвать и петицию, и в департаменте труда анкеты. Все это специально должно отменено, быть и отозвано, потому что иначе проблема у работодателя будет. Дальше поехали. Так, лотерея, ну это ладно, я уже про H1B рассказала, по убежищу тоже интересно много обсуждалось, про то, как жертвы домашнего насилия нынче, это такая очень популярная группа, которая может получить убежище. Не то, что просто, у меня там муж бьет, сейчас вообще его в тюрьму посадили, но вот я хочу остаться. Нет, там, это больше, наверное, страны восточные, где это принято, можно сказать, да, чтобы муж бил, там, это безнаказуемо и так далее, но имейте в виду, если вы являетесь жертвой домашнего насилия, и там есть условия такие, что безнаказуем муж, и вы не можете уйти и так далее, обращайтесь к нам, у нас есть специалист по убежищам, Ирина Шабитаев, которая сможет проконсультировать и определить, подходите вы под эту категорию, но есть специальные кейсы, новые законы в этом направлении, которые помогают получить убежище. И, пожалуй, в конце самая интересная тема, это относительно того, как сейчас отбирают гражданство. Слышали? Опять страшилки, да? Да, да, ну это может быть не совсем-совсем, опять же, новое, но это вот горячая тема сезона, и это имеется в виду, что не просто человек там родился здесь, да, это именно кто получил гражданство через натурализацию, и это не то, что человек получил ее там и потом кого-то там, боже упаси, убил, и у него отбирают. В принципе, не отбирают гражданство спустя какое-то время, если что-то произошло после получения. А что сейчас во внимании под микроскопов? Анкеты, которые вы заполняете, документы, которые предоставляете по гражданству. У них специальный сейчас отдел в эмиграции есть, который просматривает все старые дела людей, которые получили гражданство, и ищут ошибки. Если был какой-то обман в анкете, допустим, к нам приходят клиенты и говорят, вот у меня там была жена месяц, она вообще никакого отношения ко мне не имела, там быстро расписались, развелись ошибка молодости, не хочу указывать. Аккуратно, потому что если это где-то всплывет, и вы обманули, да, там, ну опять же, может быть, это не так важно, потому что вы не через брак получали. Или там тоже случай был человек, ну, правда, на грин-карту, но все равно, если он там написал, там есть один вопрос в анкете, когда-то ли вас арестовывали, да, но ничем далее, и там люди забывают и так далее. Если что-то после получения гражданства узнают на анкете, иногда это вроде ошибка такая, нечаянная, да, поэтому проверяйте свои анкеты. И что-то повлияет на решение, допустим, нашли информацию какую-то, которая бы повлияла на решение. Или вообще ошибка серьезная. Реально отбирают гражданство? И ставят депортацию? И судья должен разбираться? Поэтому очень, смотрите, сейчас вообще очень придирается. Вот я была опять очередные, там у меня пару интервью на неделе были, у нас сейчас много интервью идет, сейчас иногда 4 месяца занимает гражданство, иногда год занимает гражданство, по-разному. И прям спрашивают все, и как въехали, и по какой визе, и кто, говорю, вот очень много придирается, и про все браки какие были, и даже там если умирают, там мужья в итоге через брак люди получают, а что с мужем случается, а где вы жили, документы спрашивают, ну вообще, короче, очень сильно придираются, поэтому мы, конечно, всех готовим досконально, мы всю подноготную выспрашиваем, лучше мы спрашиваем, чем офицер, и вы потом не ожидали этого. Готовим сейчас гражданство, пожалуйста, относитесь серьезно к этому, там и анкеты длинные, и так далее, очень внимательно читайте, заполняйте, проверяйте, чтобы потом не было проблем, вот такой совет. Да, ну а чтобы не было проблем, обращайтесь к профессионалам, Елизавета Самарукова, напомните, пожалуйста, телефон вашей юридической фирмы. Телефончик наш 954-374-9330. Елизавета, спасибо большое, услышимся еще, наверное, недельки через две. Правильно, спасибо. Вы слушаете Майами ФМ. 102,7 ФМ. HD2.